Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о том, как и почему Петр I ночевал в палатке с министрами и почему даже в царской России Санкт-Петербург стыдились называть Санкт, то есть святым. Расскажу, как всегда, основываясь исключительно на подтвержденных исторических фактах, потому что других не держим. И вот на днях Владимир Путин заявил, что он берет пример с Петра I и, по его словам, за 350 лет в России ничего не изменилось. Вообще, для описания Петра I можно было бы ограничиться исключительно точным описанием российского писателя Льва Толстого. Как он писал о Петре I? Собрание сочинений Льва Толстого, том 26, страница 568, Москва, 1936 год. Но мы не ограничимся этим очень точным, еще подчеркиваю, аргументированным определением, базирующимся на фактах. Потому что людям нужно показывать эти факты. Люди, история любит факты настоящие. Вообще же, историки даже в 19 веке и даже еще в 18 прямо говорили о том, какой Содом развел царь Петр I в России. Он и до него был Содом там, но он был в этом очень большой и очень успешный в разведении этого Содома. В частности, историк Валишевский, очень интересный историк и очень уверенно с документами на руках пишет о, так сказать, садомитских отношениях Петра I с Александром Меньшиковым, с его министром, с которым он ночевал в палатке. Известный российский историк Сергей Соловьев, 19 века, кстати говоря, гораздо меньше лгун, чем нынешний Соловьев, писал о том, что нигде на востоке, ни на западе, ни на востоке не смотрели так легко, как в России, на этот гнусный противоестественный грех Содомии. Вот. А рыба, как говорится, гнила в России и снизу, и сверху особенно. И вот этот Меньшиков, что мы знаем об этом министре, с которым ночевал Петр I, Питер I, как говорили тогда, Питер I. Меньшиков торговал, как известно, пирожками, не получил никакого образования, читать, писать не умел, ну, фактически только подписываться к концу жизни научился. Но получил, благодаря своему садонизму, так сказать, влияние на такого человека, как Петр I. Начинал он с денщика при кровати царя, спал у кровати царя, фактически был самым доверенным исполнителем пожеланий царя, всюду следовал за ним, как тень. Под Азовом, в частности, во время азовских походов, жил с Петром в одной, ну, понятное дело, в одной палатке. Он стал, с 1700 года, стал домоправителем, то есть на должности, где обычно держали женщин, он стал, ну, мужчина по признакам первичным, так сказать. Петр I ему писал много писем, некоторые из них сохранились, особенно много было опубликовано в XIX веке. И в этих письмах он называл Меншикова «Минхерц», «Мейнхерцхен» и «Мейнхерценкен». Ну, это значит «сердце», «моё сердечко», «дитя моего сердца» и так далее. И вот эти обращения пишут не мужчина, мужчине, никогда не пишут на немецком языке мужчина, мужчине, а пишут мужчины своим, там, женам, любовницам и так далее. Вот, могу процитировать одно письмо. «В болезни моей не меньше тоска разлучения с вами, что многожды в себе терпел, но ныне уже вязший не могу, извольте-ка мне быть поскорее, чтобы мне веселяе было». И вот и Петр I, и Меньшиков, этот продавец пирожков, который его охмурил, обещали не жениться раньше друг друга. И вот уже в 1702 году остались сведения, очень интересные, по поводу одного юридического дела. Один капитан Преображенского полка, то есть гвардии российской, ну, скажем, главного гвардейского полка. Вот он в подпитии, напившись, рассказал про то, что царское величество живет с Меньшиковым бляжьим образом. И вот сохранилось в архивах дело о дознании, оно не было уничтожено, и спрятано в советские времена, наверное, для того, чтобы дискредитировать монархию как таковую. И вот сохранилось это дело. Капитан был арестован, но только лишь выслан в отдаленный батальон. Тогда как за менее такие позорные слова, в лучшем случае, людей били кнутом на дыбе, вырывали им клещами ноздри и так далее, и так далее. Ну, зато, например, что кто-то там сказал, что российские цари не происходят от римского императора Августа. Если бы кто-то такое сказал, ему бы сразу вот это все процедуру сделали. А здесь обезвал бляжьим образом и нормально. Потому что все тогда, наверное, и так знали, как жил царь Петр. И был ли этот Меньшиков единственным из этих садомитских любовников российского царя? Ничего подобного. Еще был такой француз Лефорт. И фактически, можно сказать, этот француз Лефорт тоже с Петром Первым этим занимался. И сейчас в России есть такая Лефортовская тюрьма, еще там площадь какая-то и так далее. Это в честь этого садомитского любовника Петра Первого названо это все. Было огромное количество различных историй. Историки пишут о неистовых припадках похотливости царя, во время которых пол становился для него безразличен. Огромное количество денщиков называют их имена и фамилии, так сказать, явки, пароли и так далее. Всех этих его садомитских любовников, на которых равняется, ну, на эту историю равняется Путин сейчас. Почему она нам интересна? Известно, что в отсутствие жены Петр ускладывал на ее место кого-нибудь из своих денщиков. И если у бедняги бурчало в животе, царь вскакивал и немилосердно бил его, пишет о царских забавах историк Валишевский. Известно, что он в 1722 году, когда уже был действительно уже сгнившим от сифилиса человеком старым, он поручился к саксонскому художнику Данне Гауэру нарисовать одного своего денщика в голом виде. И, собственно говоря, никто ничего не скрывал и все-все прекрасно знали. Но открыто, как в России это заведено, сказать было это невозможно, хотя, в принципе, даже в 18 веке все все знали. Кто очень громогласно из историков об этом всем декларировал, это первый глава марксистской советской историографии профессор Покровский, который в своем кратком курсе истории России, он, кстати говоря, был одобрен Лениным, этот учебник. И вот он пишет, что Петр Первый получил от одного из своих любовников сифилис и заразил им свою жену. В то же время сам Петр Первый обвинял в сифилисе жену одного из своих придворных, что она его заразила. И есть один дипломат, очень интересный, Куракин, граф Куракин, даже не граф Куракин. И вот он в своей истории о царе Петру Алексеевиче, написанной по живым воспоминаниям, он таким образом описывает молодого царя. Многие из ребят молодых народу простого пришли в милость к его величеству, особливо Буженинов, сын одного Слушкиного, девичьего монастыря. Также, опять-таки, московского Патриарха, кошмар. Также Илукин, сын одного Подьячьего, Новгородского. И многие другие, сын Слушкин. Ну, может, это и к церкви не относилось прямо, но сын Слушкин монастыря. А также Илукин, сын одного Подьячьего, Новгородского. И многие другие, которые кругом его величества были денно и нощно. И от того времени простого народу во все комнатные службы вошли. И помянутому Буженинову был дом, сделан при съезжей Преображенского полку, на котором доме его величества стал ночевать. И тем первое разлучение с царицею Евдокии началось быть. То есть Петр I убежал к какому-то Буженинову от своей царицы. Когда он в отсутствии жены, извините, клал с собой первого попавшегося денщика. И вот этот историк Нартов, один историк, объясняет это боязнью припадков. Поскольку царя действительно была, действительно он был эпилептиком. И мол, он спал с денщиками, потому что он боялся припадков. Ну, чушь, конечно. Вот как это он написывает. Государь поистине имел иногда в ночное время такие конвульсии в теле, что клал с собой денщика Мурзина, за плечи которого держась засыпал, что я и сам видел. И таким образом, я уже рассказывал, еще интересно, что он как Брежнев любил всех целовать. И как Путин тоже. Мужчин и мальчиков. Так известно, что он денщика Афанасия Татищева зацеловывал до ста раз. В дневнике Голштинского камер-юнкера Брехольцев по 1721 годам содержится сведение о поступлении к царю в денщике юного Василия Поспелого. И вот этот старый, уже действительно сифилитический царь, без него и минуты не мог прожить. По сто раз на дню гладил его по голове, целовал, а важнейших министров своих заставлял дожидаться, пока он наговорится со своим любовником. То есть вот такая действительность, представьте, в России 350 лет назад, потому что, еще раз подчеркиваю, российские историки, в том числе Соловьев, не тот Соловьев, который сейчас, а другой Сергей Соловьев. Он писал о том, что нигде к этому гнусному пороку не относились с такой снисходительностью, как в России. То есть это именно та Россия, на которую равняется, и тот Петр Первый, на которого равняется Путин. То есть в действительности, как говорит Путин в России, за 350 лет со времен Петра Первого ничего не изменилось. Жириновские, Володины и так далее, и так далее. Ну, еще одно сходство с нынешним российским руководством у Петра Первого в том, что он себя не очень контролировал. То есть он свое тело не контролировал, можно сказать, одержим был. Вот как писал Фваделлэн Невиль, польский дипломат французского происхождения. Интересные новые известия о Москве 1689-1698 года. Все эти источники вы можете взять и сами прочитать. Некоторые из них, даже большинство, я думаю, переведены на русский язык. Глаза Петра Первого довольно велики, но так блудны, что сложно в них смотреть, голова все время трясется. Трясется голова. Развлекается он тем, что натравливает своих фаворитов. Часто они убивают друг друга, потому что боятся потерять милость. Зимой он приказывает рубить большие полыни во льду и заставляет самых знатных вельмож ездить по льду в санях. Они проваливаются и тонут из-за тонкого нового льда. Он также развлекается, когда звонит в большой колокол. Его главная страсть смотреть на пожары, часто вспыхивающие в Москве, поскольку никто не берет на себя обязанность гасить огонь, пока не сгорит от 400 до 500 домов. Кстати говоря, я не исключаю, что в России большинство поджогов и пожаров, которые происходят, тоже самоподжоги, потому что кому-то нравится смотреть и, как говорится, как оно горит. И вот о его эпилепсии. Юст Юль более так расширенно об этом описал. Датский посол. Почему интересно его свидетельство? Потому что это свидетельство посла, то есть фактически его реляция своему собственному правительству, но потом уже переработанная. Записки датского посланника в России 1711-1712 года. Вдруг мимо нас изо всех сил промчался царь. Лицо его было очень бледным, перекошенным и безобразным. Он делал разные страшные гримасы и движения. Головой, ртом, руками, плечами, кистями рук и ступнями. Затем царь остановил свою лошадь, но все еще показывал описанные страшные гримасы. Крутил головой, кривил рот, поднимал глаза, дергал руками и плечами и болтал взад и вперед ногами. Все важнейшие сановники, окружавшие его в тот момент, были напуганы и никто не смел к нему подойти. Описанные страшные движения и жесты царя врачи зовут конвульсиями. Они случаются с ним часто, преимущественно, когда он сердит, когда получил плохое известие, вообще был чем-то недоволен или погружен в глубокие мысли. Нередко такие подергивания в мышцах рук, то есть как у Путина, находят на него за столом, когда он ест и держит в руках вилку или нож, тычет ими в направлении своего лица, чем вселяет в присутствующих страх, как бы он не порезал или не поколол себя лицо. То есть фактически одержим. Человек и как Путин, который тоже все время дергает, правда, больше ногой, но в последнее время и рукой тоже. И вот кроме того, что садом такой в Москве, кроме того, что во главе одержимые, есть еще и одна похожая вещь за 350 лет. Петр Первый был еще и трусом, известным, кстати говоря, трусом. То есть, как многие жестокие тираны, они очень трусливые. И известно, что во время битвы под Нарвой он фактически бросил свою армию, 40-тысячную армию, перед 8-тысячной армией шведов. И сбежал. Сбежал под защиту украинским казакам в Новгород. А его армия была разбита и пленена. И как можно понять, что он трус, кроме этого наровского, так сказать, истории? Это его поведение во время прудского похода. Петра Первого, когда он рывочком, так сказать, пошел вперед, а потом в панике бегал, дергал на себе волосы и так далее. А его царица, служанка, она оказалась гораздо более умевшая держать себя в руках. То есть она действительно держала себя в руках. И он ей и признавал это, и ордена выписывал за это, и говорил, что она больше и лучше других мужчин себя вела в той ситуации, во время прудского похода, когда моча стукнула в голову Российской империи после Полтавской битвы. Они пошли на турок. Ну, закончилось это, собственно говоря, тем, чем закончились недавно российско-турецкие конфликты. Только менее немножко разгромами, но тем не менее, очень чувствительными дипломатическими разгромами в Сирии, в Ливии и в Нагонном Карабахе. Вот. И трус. Как он ведет себя? Юст Юль. Еще одно свидетельство. Как рассказывали мне очевидцы, царь, окруженный турецкой армией, пришел в такое отчаяние, что как взбалмошенный бегал взад и вперед по лагерю, бил себя в грудь и не мог произнести ни слова. Большинство людей, которые его окружали, думали, что у него нападение безумия. Во время битвы царица раздарила все свои драгоценные камни и украшения первым попавшимся слугам и офицерам, а после заключения мира отобрала у них эти вещи обратно, объявив, что они были даны им только на сохранение. Короче, смятение среди россиян было всеобщим и от страха большинство не знали, что делать и так далее. Можно почитать и процитировать и других, и другие источники, но они, в принципе, однозначны. То есть никаких таких весомых противоречий нет. То есть чем отличился Петр Первый? Тем, что он проиграл Турции. Путин это уже фактически сделал тоже. Тем, что он сжег флот по требованию турок. Сжег Азовский флот. Сначала содрал со своей всей страны огромные деньги на его постройку. Потешный флот превратил в реальный, а потом весь поджег для того, чтобы туркам сделать приятное. Ну, пока он, российский флот, не самосжигается по требованию турок, но, в принципе, Украина его сжигает. Уничтожила флагман, еще несколько крупных кораблей повредила. И вообще, где-то раза два уменьшила российский флот на сегодняшний день за меньше, чем год войны. А имеется в виду Черноборский. Ну, а который не сжег Петр Первый флот по требованию турок, тот сгнил, потому что уже в 1720-х годах в России уже фактически не было флота. Вот такая вот история. Ободрал Россию, побегал немножко, позанимался садомией и так далее. Помер, и русские его подняли на знамя и носят до сих пор, и Путин в том числе. И чтобы остановить вот это безумие, надежно, твердо, и навсегда остановить, навсегда, насколько мы можем знать, насколько это в человеческих возможностях, предугадать это все. Для борьбы с российско-фашистскими захватчиками Украине нужна помощь вооруженная. И вот один боец подразделения ОВАД Евгений. Боец подразделения собирает на планшеты для дрона Мавик и бронежилеты с облегченными керамическими плитами. Уже собрали достаточно большую, ну, такую приличную сумму, но еще не всю. Где-то половинку, я так думаю, осталось. На сегодняшний день. Это прямо его карточка, прямо ему в подразделение. И он уже начал покупать и дроны там, и планшеты, или что там. Все, что нужно для украинской армии. Поэтому, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, но самое главное, помогайте украинской армии, и не забывайте, что правда переможет. С Богом до перемоги.